всем привет с вами канал все о планшетах и тема сегодняшнего видео урока как очистить кэш на android в этом видео мы поговорим с вами о том как удалить бесполезные ненужные временные файлы которые могут тормозить работу вашего устройства могут занимать лишнее место памяти устройства и удаление этих файлов в общем-то за собой не влечет никаких негативных последствий для работы планшета под управлением операционной системы android итак мы поговорим о разных типах кэшей и как они удаляются ну первое с чего мы начнем это как удалить кэш в браузере я продемонстрирую этот процесс это явление на примере двух браузеров один из них это яндекс браузер и второй это дельфин браузер это два достаточно популярных браузера среди пользователей android не самый популярный сразу скажу но принцип здесь в общем-то я думаю с позволит вам очистить кэш и на вашем браузере и так и дельфин браузер ну как бы основное что касается здесь очистки данного приложения это история да то есть это информация которая чаще всего как бы беспокоит пользователей и как это делается мы запускаем браузер нажимаем вот сюда на верху с левой стороны на звездочку с тремя полосочками у нас откроется боковой меню в котором у нас будет пункт такой который называется история и вот сюда мы собственно и заходим ну и здесь у нас есть два варианта это история вчерашняя история за 7 дней или мы можем сразу оптом так сказать очистить все нажав кнопочку очистить историю или то есть или выбираем один из вариантов или очищаем все после этого у нас появится окошко подтверждения подтверждаем и теперь наш браузер будет как новенький без единой посвященной страницы и дальше история будет накапливаться уже по-новому и так это браузер дельфин если речь идет о например яндекс браузере то здесь немножко все по-другому но то же самое время принцип остается позже принцип заключается в том что мы переходим к троеточию которая у нас есть с правой стороны вверху и находим здесь прошу прощения и находим здесь настройки то есть если мы находимся где-то на какой-то страничке находим пункт настройки и пункте настройки нас интересует строка конфиденциальность вот в этой строке мы находим пункт очистить данные здесь в этом браузере мы видим больше как бы возможности по очистке то есть здесь есть как кэш так и загрузки и многие другие данные история посещения сайтов и есть возможность выбрать что мы будем очищать что мы не будем очищать в частности вот примеру пароли если мы постоянно их вводим на каких-то сайтах то их можно и не удалять например ну так или иначе вот эти моменты мы для себя выбираем и жмем кнопочку очистить данные и как видите вот если учесть например в раздел загрузки то очистить все эти данные мы можем сэкономить довольно большое количество места которое эти данные занимают памяти нашего устройства и так это очистка кэша в браузере теперь очистка кэша в плей маркете или google play в google play кэш касается истории нашего поиска то есть вот того что отображается здесь например мы пишем один запрос затем нам нужен какой-то другой запрос и когда мы вводим новый запрос то вот у нас уже остался первый предыдущий запрос и вот если запросов много то они будут здесь отображаться его для того чтобы эти предыдущие запросы удалились больше не отображались нам необходимо выполнить следующие действия мы нажимаем на вот эти три полосочки которые мы видим здесь или просто делаем свайп с левой стороны вправо и у нас откроется вот такое окошко в котором нам необходимо перейти к пункту настройки в этом пункте мы находим такую очистить историю поиска нам просто нужно здесь тапнуть один раз и история поиска будет очищена после этого история поиска вот здесь поисковой строке будет чисто и мы можем ее заполнять по новым и так это то что касается очистки кэша в google play есть еще способ очистки кэша на android устройство это касается вообще памяти устройства и выполняется следующим образом мы переходим в общие настройки нашего планшета и находим раздел память в разделе память мы находим такой пункт который называется данные кэша и именно в этом пункте мы можем выполнить очистку то есть мы нажимаем сюда нас появится окошко подтверждения просто жмем ok и кэш очищается и еще один момент который касается очистки кэша это очистка кэша в конкретном приложении то есть иногда некоторые приложения работают не совсем корректно не совсем правильно то есть мы работали нормально потом начались какие-то неполадки и для того чтобы сбросить это приложение не переустанавливать его полностью а просто как бы сбросить само приложение можно очистить кэш безусловно если речь идет например об играх то очистка кэша приведет к тому что ваши достижения будут уничтожены но это не будет касаться тех игр где существует авторизация через социальные сети и хранение ваших достижений в облаке то есть если это есть тогда проблем нет вы просто повторно авторизуетесь ваше достижение будет восстановлено но если такого нет то достижения будут сброшены но так или иначе кэша очищается приложение следующим образом мы снова идем в общие настройки находим здесь пункт приложения в этом пункте мы выбираем любое приложение которое нас интересует и ну к примеру вот мы выбрали приложение и здесь у нас есть такой пункт очистить кэш такая кнопочка и иногда вот в этом пункте вот у нас здесь 12 килобайт но иногда здесь может храниться достаточно большое количество данных и очистить кэш таким образом мы можем как и место как бы освободить но самая его основная цель это на нормализовать работу того или иного или иного приложения так повторяю что выполняется это вот таким образом мы выбрали приложение нажали кнопочку очистить кэш и кэш очищается приложение сбрасывается в принципе вот это и все что касается вопрос очистки кэша на android с вами был канал все о планшетах всем пока и помните что любую проблему можно решить главное знать как о субтитры Продолжение следует...